Мне кажется, я с закрытыми глазами уже могу провести операцию с трахеостомией, как минимум. Все, вот скальпель, все зажимы, расширители, это все уже на подкорке вот здесь. Команде студентов Института информационных технологий и интеллектуальных систем в кратчайшие сроки пришлось углубиться в медицинскую тематику. К защите дипломов они решили разработать свой стартап-проект. Тема появилась сама собой. Старшие коллеги студентов несколько лет назад начали создание комплекса виртуальной хирургической операционной. На разработку первой программы операции по удалению аппендикса ушло практически два года. Новая команда решила продолжить их дело. Ребята подошли к этому вопросу со всей серьезностью, хотя времени на реализацию проекта было не так много. Цель программы – помочь студенту-медику досконально изучить процесс, происходящий в операционной. Как отмечают сами разработчики, это отличное дополнение к образовательной программе. Когда человек несколько раз проходит этот сценарий, он запоминает на чистую, на холодную голову, как это выполняется. Понятно, что когда он даже абсолютно точно уже проходит без запинок наш сценарий, он не сможет просто взять, подойти к пациенту и сразу же провести операцию. Нет, все равно он побудет ассистентом у хирурга еще какое-то время, несколько операций, а потом уже сам сможет. Поначалу непросто было всем. И дело тут не только в специальных терминах, но и в отсутствии профессиональных знаний. Однако с этой точки зрения ребятам помогали медицинские эксперты Казанского федерального университета. С другой стороны, немногие привыкли смотреть на кровь. А наблюдать за реальными операциями пришлось дизайнерам и аниматорам проекта. Ведь все должно выглядеть натурально. Технически реализовать это несложно. Сложность состояла как раз таки в том, что именно медицинская часть. И какое-то время нужно было привыкать именно к просмотру видеозаписей, видеореференсов. Ну то есть любой человек, который откроет эти видео, ему будет скорее всего непривычно смотреть на то, как режут человека. У меня это тоже какое-то время вызывало некие противоречия, но к этому, слава богу, быстро привыкаешь. Это такая специфическая очень работа, потому что связана с медицинской сферой, где очень много разных новых терминов. Коагуляция, каранцанги, кожно-апоневротический лоск. Всего было разработано две операции. Одна из них, кстати, знакома всем любителям кинематографа. Трахеостомия – операция, позволяющая вернуть пациенту возможность дышать. Выполнять ее может только медицинский специалист. Так, сейчас помогу. Задыхается? Сэр. Звоните в скорую. Нужны нож и трубочка. Нужны нож и трубочка. Зачем нож и трубочка? Для того, чтобы сделать обычную трахеотомию. Сэр, сейчас я ставлю трубочку. Ужастик, убери пальцы. Так, и кислород будет поступать в мозг. Через момент вы ощутите, как кислород идет прямо в мозг. В каждой программе заложено 12 этапов. Чтобы протестировать каждый из них, команда приглашала студентов и медицинских экспертов. Временами целые эпизоды приходилось переделывать. В итоге получился полноценный качественный продукт, который уже одобрил Раис Республики Татарстан Рустам Миниханов. В дальнейшем студенты планируют внедрить свой комплекс приложений в медицинские учебные учреждения. Мы постоянно общаемся с ведущими университетами медицинскими России. Там Пирогова, Сеченова. У них тоже есть эта заинтересованность. Надеемся, что к ним тоже можем интегрировать наш продукт и быть им полезными. Как отметили сами авторы приложений, выиграть грант на разработку проекта у них не получилось. Однако это их не очень расстроило. Ведь команда готова пойти гораздо дальше. А именно, заявить о своем продукте на государственном уровне. Когда инициатива будет исходить из министерства, вроде как лучше. Но опять же, мы готовы к этому. Мы готовы участвовать в тех же самых государственных закупках. Для этого нам надо сертифицировать продукт, чтобы мы могли выставляться на эти площадки. Да, вот мы как раз хотим этим в ближайшем будущем и заниматься. Сейчас ребята планируют больше углубиться в маркетинг, чтобы их продукт был востребован. И лишь потом вернуться к разработке новых приложений. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов. Универньюс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова